К первому сентября нового учебного года в гимназии номера 12 ожидается новоселье. В 2021 году гимназии было передано здание бывшего детского сада, в котором будет организован новый центр по профессиональной подготовке школьников. Здание находилось в заброшенном состоянии. В 2022 году здесь были отремонтированы кровля, система отопления и заменены окна. Сейчас ход ремонтных работ переходит в стадию завершения. В настоящее время ведутся сантехнические, электромонтажные и общестроительные работы. 15 июня на объекте состоялось выездное совещание, на котором обсуждался объем и ход ремонтных работ, которые делаются и осталось сделать. Подрядчик оценивает ход работ на 80%. Выполнен план и более того, заверяет, что к 1 сентября работы будут окончены с тем, чтобы начинать учебный процесс. Создание таких учебных корпусов и внедрение дополнительного профессионального образования стало необходимостью. Не секрет, что многие ребята покидают школу после 9 класса, и приобретенная профессия во время учебы в школе может стать ему опорой в жизни. Профильная подготовка будет осуществляться с привлечением преподавателей к учреждению среднего профессионального образования. И мы помещение готовим не для того, чтобы ввести свой средний образовательный процесс, а для того, чтобы специальные учебные заведения, колледжи пришли сюда и ввели здесь подготовку специалистов, рабочих специальностей. В этом центре будут обучаться не только учащиеся 12-й гимназии. Здесь также будут проходить обучение учащиеся из других школ Калининского района. Ребята смогут получить профессии по направлениям мобильная робототехника, парикмахер, статическая косметология, мастер слесарных работ, портной дизайнер одежды, а также оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. По окончанию школы им будет выдаваться удостоверение о дополнительном образовании. Прежде всего, конечно, базовое образование, ну и затем уже получение специальности, причем не только в рамках профориентации. Профориентация – это хорошо, это советский опыт. Мы помним эти учебно-промышленные комбинаты, которые вели свою деятельность и давали такую ориентацию. Но здесь речь идет даже о большем, то есть о полноценном овладении какой-то профессией. Это уже третий центр дополнительного профессионального образования в Новосибирске. Так что можно надеяться, что в ближайшее время молодые люди смогут решить определенные кадровые проблемы рабочих специальностей, которые необходимы промышленным предприятиям Новосибирска.